Новый штамм коронавируса Omicron на этой неделе оказался в заголовках всех информационных лент. Пришел он и в Югру. Но по сравнению со своими предшественниками Альфа и Дельтой, он протекает быстро и порой проходит всего за несколько дней. В основном с признаками ОРВИ, без серьезных осложнений. На сегодняшний день штамм Omicron, он действительно проявляется в легкой форме для населения, но больше в том числе и заболевает и детей. Мы видим, по сравнению с предыдущим периодом, и статистика говорит про это, которую я озвучил, сегодня фактически тяжелых случаев не так много. На территории города у нас те пациенты, которые находятся в реанимации, это еще период прошлой волны, еще Дельта, скажем так, что там был. Сегодня мы видим, что тяжелых пациентов с клиническими проявлениями, вот в данный период, когда пошел подъем с 24 ноя, нет. На основании постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой было принято решение выписывать пациентов без контрольного лабораторного исследования. Те пациенты, которые заболели коронавирусной инфекцией, находятся дома, и в дистанционном режиме мы им выдаем листок тренинговой способности, контролируем их по определенному чек-листу, и выдаем больничный лист на 7 дней. По окончании 7 дней они могут приступать к работе без клинических проявлений, если уже симптоматика прошла, уже выздоровление идет по РВИ, и они без исследований ПЦР или другого экспресс-метода могут приступать к работе. Если же самочувствие все еще не позволяет выйти на работу, пациента в очном формате осматривает врач и в случае необходимости продлевает больничный лист. Кроме того, с 6 февраля в Югре вступили в силу и нововведения, которые касаются так называемых контактных лиц. Теперь, если у них нет признаков болезни, то оставаться дома и соблюдать самоизоляцию не требуется. То же самое касается и детей дошкольников. Даже если у мамы или папы диагностирован ковид, но малыш не жалуется на свое здоровье, двери детского сада перед ним открыты. При этом идти в больницу на прием и сдавать тест нет необходимости. В связи с постановлением, которое отменяет карантин для контактных лиц, у нас открываются группы в садах, которые сидели на карантине, и дети у нас выходят в садики. В связи с этим дети, которые были контактные и не заболели, они выходят через медицинского работника в детском саду. Дети, которые во время контакта, у них появились какие-либо явления заболевания, и они обратились в поликлинику, должны, соответственно, закрыть свой больничный в поликлинике и получить справку для посещения детского сада. Не понадобится справка и школьникам. Они, кстати, с 9 февраля вернулись к обычному очному обучению. Все наши общеобразовательные организации и организации дополнительного образования находились у нас дома. То есть они получали очное обучение, но с применением электронного образования и дистанционных образовательных технологий. Оценив ситуацию в городе Коголыме по уровню заболеваемости детей в городе, мы пришли к выводу, что пороговые значения не превышены, и тем самым не возобновляется очно в образовательной организации обучение детей с 1 по 11 класс. Но если в группе или классе заболеваемость детей будет 20% или более, причем неважно, коронавирус это или обычная ОРВИ, классы вновь переведут на дистанционку. В некоторых случаях инициировать домашнее обучение могут и сами родители. Анна Корязина, Михаил Суханов, «Наши города». Анна Корректор А.Кулакова